Продолжаем выпуск. Жители Павлодара дышали вредным сероводородом. Экологи зафиксировали незаконный выброс этого газа с алюминиевого завода. Теперь предприятию придется уплатить штраф в 302 миллиона тенге. Павлодарцы считают себя пострадавшими и хотят, чтобы эту сумму направили на поправку их здоровья. Пять месяцев специалисты замеряли выбросы в атмосферу с алюминиевого завода. Тогда и выявили превышение оксида азода и оксида углерода. Предприятиям не санкционированы выбросы загрязняющие вещества, такие как сероводород. То есть было установлено, что предприятиям без разрешения на эмиссию в окружающую среду, то есть без права, осуществлялись выбросы. Сумма ущерба составила 32 миллиона. Последнее решение суда в законную силу еще не вступило. Суды дважды отказывали юристам алюминиевого завода, которые пытались опротестовать заключение экологов. Сероводород – токсичный газ, негативно действует на нервную систему человека, относится к третьему классу по шкале опасности для организма. Газ притупляет обоняние и человек перестает различать токсичные пары. Поэтому отравление токсинами может наступить неожиданно. Образуется в канализации, колодцах, на свалках. Выделяется и в ходе промышленного производства. Внушительная часть сероводорода попадает в атмосферу. Симптомов постепенного отравления несколько. Это обмороки, быстрая потеря веса, металлический привкус во рту, ухудшение зрения и светобоязнь. А ведь Павлодарский регион и без того в числе лидеров по онкозаболеваемости. Жители считают, что их просто травят. В последнее время, да, вот как особенно химзавод открыли, каустик, оттуда тоже идет. Каждым разом дышать тяжелее здесь будет. Онкозаболевание у нас зашкаливает, это говорит о многом. Так что, думаете, есть связь? Конечно, и очень большая. Местные общественники считают, важно не только выявить нарушения, но и продумать, на что эти деньги пойдут. Даже если будет сейчас им штраф, вот допустим 300 миллионов, куда эти деньги пойдут? Они пойдут на лечение детей с онкологией, они пойдут на лечение граждан, которые умирают, да, от экологии такой. Куда эти деньги пойдут? Из-за крупного ущерба, нанесенного окружающей среде на самом промышленном гиганте, где в год выпускают полтора миллиона тонн глинозема, грядет аудит. Об этом распорядился главный экологический инспектор Казахстана. Алия Мухаммедова, Арман Якубов, Информбюро, Павлодарская область.